так ну вот наша индейка которая отсажена была вот сюда которую клевали не принимали в общем по всей видимости убирая ее в данный момент не встает не ходит и по какой причине посмотрите значит что у нее с ногами ну-ка встань пожалуйста встань 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 вот вот так она вот так она это делает не может она встать ну в общем никак очень ей тяжело это делать и причина как вот я заметил только сегодня смотрите не опухли суставы вот эти вот видно да какой-то пузырь не знаю продавливается довольно таки плотно и как воспаление сустава не знаю что это это причина его и это от того что она не ходит или это следствие того что не ходит скорее всего причины все-таки в общем короче говоря не будем ее мучить более сейчас я ее буду убирать и вот посмотрите какие лапы других индюков вот все нормально перепон очка тихо оглохнем сейчас вот смотрите видите да то есть явно у нее там какой-то какой-то воспалительный процесс протекает ну все к сожалению значит получается ей без 12 дней 3 месяца будем убирать что поделать сэля ви так ну вот смотрите что тут у нас какой-то вот нарост уплотнение видите на двух лапах давайте скроем паре разрежем посмотрим что это кажется похоже на воспаление суставов какой-то что мы там увидим о жидкость все это и есть воспаление суставов так больше ничего криминального какая-то сустав суставная жидкость да или как называется вообще-то в этом в суставной сумке должна быть жидкость но и не в таком объеме да но видимо ладно эту я не буду резать все понятно да вот она спустилась как бы да это жидкости лапка стала похудее но все равно какое-то здесь вот здесь смотри у вас похоже вот будто и не знает воспаление суставов то как он называется артрит да все идейку мы убрали одни кости до кожи но она еще как бы основное место не набрала как раз рано будем показывать взвешивание тушки да я думаю покажем попробуем как она индейка что это такое что за зверь чем его едят из костей бульона наварим лада поглода им кости расскажем вам вот такая получилась тушка индейки потрошенная значит сейчас я упакую ее и взвешу зуб у меня не получилось вытащить через шею потому что целый был зуб решили ее так скажем внезапно уже убирать потому что ну все окончательно ее ноги не подлежали восстановлению так скажем вот сейчас упакую взвешу вот мы купили мало-мальски приличные с и 3 325 вот такая вот мягко то говоря все равно конечно действительно одни кости может быть еще в ножках чуть-чуть есть в грудке а так откровенно говоря суповой набор так и потроха я сейчас взвешу потроха у него конечно же крупнее куриных здесь все сердце печень желудок 275 грамм из индейки я делаю крупно порубленные котлетки из грудки котлетки я варю суповой набор то есть шею спину ну принципе все и на стол его вот которую вырезала от грудки кель вот его тоже варю то есть тут достаточно в принципе мясо получается на костей конечно много в ней тушка молоденькая совсем вот фарш вот это вот все что получилось из грудки и я запекаю бедра голени и крылья с кусочками грудок грудки для того чтобы понять как грудка будет на поволокнистости на вкус вот что делаем на данной стадии что скажу мясо белое светлое жарится быстро так же как и курица в принципе не дольше потом запах очень приятный и совсем практически нет жира не жирное мне приходится добавлять масло мне не дают есть дегустирую говорят так это индейка ей 80 дней правильно короче правильно я уже посчитала значит в общем мясо на нем ловато конечно но вот попробовали сделали значит вот так вот получилось немножко засушила но ничего потом бульон сварила вот он такого цвета получается в общем ничего особенно ярко красивого нет и значит дай-ка вилочку мне это кусочек грудки это голень и это котлетка из грудки почему именно эти кусочки потому что примерно так я готовлю и курицу и хочу попробовать в таком варианте именно индейку ну ничего такая не сухая сочно довольно таки такая режется вроде бы но место еще незрелая понятно что незрелая на 80 дней все таки это это даже не срок даже для девочки кстати ты знаешь это был мальчик ну потому что у него семенники были девочка ну что проглотить бы но суховато крючка сухая все-таки попробуй пожалуйста голень и бедро кусочек который ты сейчас ешь это голень это голень до о ля ля чё вкусно но такая ничего где бюро вот рядышком да вот тут это да может быть я передержала пересушила нет может быть немножко надо было да по кстати к соль перец и все в принципе больше ничего нет ну что волокнистая это суши про бульон я уже могу сказать я понюхал мне не понравился но на запах это просто вареное мясо ничего это не суп ничего это просто соленое вареное мясо вареный суповой набор вкус приятен чем запах мы попробовали индейку которую пришлось забить в 80 дней елена посчитала значит ну скажем откровенно не сильно впечатлило нас возможно незрелое мясо что скорее всего потому как пишут что должно быть потрясающе вкусно но вкусно и возможно как бы да на любителя но скажем так что грудка суховатая с ее употреблять в простом виде в котлетах вот лена сделала котлеты они потрясающие конечно здесь соль перец и лук больше ничего нет и что вот характерно грудь сухая а котлеты сочные удивительно на котлеты здоровски прям классные лучше чем из брюлера вот а по мясу ну что тут особо так скажем вкусно это голень бедро крыло суховато грудка как я сказал суховато такая волокнистая но но сухой мясо очень искал грудка безвкусная больше всех безвкусная до грудка безвкусно бедро и голень имеет какой-то вкус а вот грудь что-то не очень я бы сказала что на вкус они между свинины и птицы вот похоже есть что-то от свинины вот я не могу это не знаю мне не показалось вот как как говорят что этот хайбрид они якобы свинина с мраморной говядиной то есть у нее такое нежное мясо с прожилками жировыми но пока я этого не заметил скажи же что с четырех месяцев забивает наши даже трех не было возможно я сказал что возможно просто незрелое мясо и поэтому оно такое как сказать ну ничего особенного по мне так вот бульон но на вкус он ничего запах мне не нравится ну запах так скажем характерный для просто вареного мяса до вареных костей то есть на самом деле любые кости свари и первое что тебе покажется можно для газа вы просто куриный бульон да я предполагаю так потому что в супе это все там уже жареный морковь это все время придется уже попробовать как на вкус начала а у запах какой-то есть вот но совсем не жирное мясо и совсем не жирный бульон на джорни там нет же не жирное мясо согласен как бы немного суховато карбана но бройлер скажи же тоже не отличается вообще бройлер жиром вот суповые зерновые петухи вот это жирные особи то это вот товарищи вообще просто ложка стоит в бульоне настолько он жирный а бройлер вообще не жирный но голень говорю очень даже но все равно суховато может быть я неправильно приготовила может быть надо было делать тушить они запекать потому что без жира мясо и она при запекании высуха высыхает не становится сочным никого в любом случае это мясо и а мясо мы любим будем но все тогда что ждем когда наши индейки будет четыре месяца первых будем убирать тогда уже обдуманно попробуем сравним конечно ну да конечно все всем пока приятного аппетита так мы посмотрим что у нас за новообразование здесь в лапах может это мне дала конечно самый острый какой муж такой нужен хватит есть саш давай над вами с индейкой муху мухи собираюсь мухи собирается над вами с индейкой я думаю у меня другая версия ладно ну друзья смарканись в индейку это будет в твоем стиле просто шутка